всем привет сегодня я принес из леса грибов хотелось бы конечно побольше набрать беленьких подосиновиков но они к сожалению попадались не часто зато было много подберезовиков думал думал что с ними сделать можно приготовить разные блюда например пожарить грибы со сметаной можно пожарить с картошкой можно пожарить можно сварить суп но я решил часть грибов сегодня замариновать как я это буду делать я вам сейчас покажу грибочки я предварительно почистил отрезал ножки от шляпок почистил ножки кто-то чистит кто-то нет я чищу ножки шляпки вот такого размера небольшого я резать не буду буду мариновать их прям так те шляпки которые побольше я их порезал напополам если шляпка еще больше можно порезать на несколько частей для того чтобы нам замариновать грибочки потребуется кастрюлька лавровый лист перец круглый соль морковку для красоты туда покрошим кружками лук я его кстати уже порезал на 4 части и головка чеснока теперь самое главное грибы почищенные порезанные эту шляпку конечно мы еще порежем но они не мытые их нужно промыть чтобы их как следовать промыть в этом ведре не получится так как оно маленькое а грибов все достаточно я приготовил тазик сейчас мы в этот тазик выводим грибочки и промоем их в ванной никак не высыпаются они у нас ведерко маленькая грибочка все-таки получилось прилично такой кучи грибочков хватит нам и замариновать и с картошечкой пожарить и даже на суп мариновать конечно лучше всего грибочки беленькие и подосиновики после того как вы их замаринуете они остынут они становятся хрустящими великолепная закусочка под березовики тоже можно замариновать но они немножко у нас будут мягкие не хрустящие скажем так ну в общем сейчас я этот тазик с грибочками пойду как следовать промою ну вот грибочки я помыл грибочки теперь у нас чистенькие тут у нас подосиновики под березовики к сожалению вот эта шляпка это белый гриб она оказалась слишком червивой и мы ее выбросим вот можете посмотреть туда же вон червяк ползет вот видите какой он червивой мы ее выбросим ну вот друзья грибочки вода в кастрюле закипела грибочки наши покипели пять минут вода не соленая ничего покипели пять минут грибочки немножко еще подрезал чтобы помельче были все таки вот примерно так сейчас я это все солью при желании можно еще разочек промыть под струей воды и наливаем новой воды и минут 30-40 они у нас уже будут вариться с солью с лавровым листом с перцем с луком с чесноком да самое главное чуть не забыл и обязательно добавить надо столовую ложку уксуса вот видите какая пена грязная в общем сейчас я это все солью и буду наливать чистой воды ну вот друзья грибочки наши закипели после того как я слил воду и налил чистой воды я добавил соли это уже на любителя я добавил столовую ложку на вот на эту кастрюлю добавил столовую ложку уксуса и сейчас мы добавим туда морковку порезанную кружочками лавровый лист перец горошком чеснок и четыре дольки лука луковицу я разделил на четыре части все это засыпаем кастрюльку сейчас все это дело помешаем и оставим минут на 30-40 я думаю за это время все сварится пена сейчас сверху есть но она уже белого цвета так как мы ту воду которую изливали в первый раз слили ну все накрываем крышечкой и ждем результата напоминаю минут 30-40 нужно варить ну вот прошло 40 минут грибочки наши кипят я думаю варится им достаточно пена кстати ушла мы видим грибочки вот они у нас сверху такие плавают пар попал на объектив поэтому ничего видно не было но сейчас я думаю видимость наладится в общем что мы делаем дальше выключаем газ снимаем кастрюлю с плиты сливаем воду ну а дальше вы увидите уже грибочки на тарелке ну вот друзья мои маринованные грибочки готовы вам они нравятся мне не очень а знаете почему да потому что это оставшиеся грибы те которые у меня остались они абсолютно сырые я их порезал помельче и сейчас я их пожарю со сметаной а маринованные грибочки у нас стоят рядом вот они какие получились вкусные и аппетитные жалко камера не передает запах а то бы вы это поняли ну что всем пока